Дело о кредитном портфеле семейного бизнеса бывшего премьера Валдоса Домбровскиса. В Сейме может появиться комиссия, которая займется его расследованием. На данный момент КНАП изучает, можно ли уличить Домбровскиса в коррупции. Было ли отношение к кредиту фирмы его супруги особым во время продажи правительством Хипотеку банка. Для того, чтобы создать такую комиссию, необходимы подписи 34 депутатов, что означает привлечение депутатов от коалиции, что не так просто. Параллельно дело Домбровскиса расследует и Бюро по борьбе с коррупцией. Возможно, это стало и одной из причин, почему деятельность самого начальника КНАБа Ярослава Стрельченко будет расследовать специальная комиссия, для создания которой также нужно согласие правительственной коалиции. Возглавить эту комиссию может генеральный прокурор. Генеральный прокурор в случае необходимости может возглавить эту комиссию. Однако Кабинет министров должен будет конкретно указать, какие нарушения в работе бюро правительство видит. После проверки этих нарушений комиссия сможет решить, соответствует глава КНАБ занимаемой должности или нет. Напомним официально, причиной возможного создания подобной комиссии стал конфликт Стрельченко со своим замом Ютой Стрите. Его решение отстранить с третьей должности не раз отменял глава Кабинета министров, еще в лице Домбровскиса. Лаймдот Астрауима, в чьем ведении находится КНАБ, сегодня предложила, что надзор за бюро могла бы перенять специальная парламентская комиссия или даже генпрокурор. Таким образом, подозрения главы бюро в том, что на КНАБ оказывается политическое давление, были бы беспочвенными. Бывший глава бюро по борьбе с коррупцией Алексей Лоскутов считает это излишним. То, что закреплено законом, что надзор осуществляет премьер-министр, это достаточно адекватно, при условии, что функции надзора сохраняются в тех рамках, которые определяет закон. То есть, к примеру, можно отменить определенные решения руководителя бюро, как неправомерные, или дать задание, если со стороны руководителя бюро противоправные бездействия. Вот глава антикоррупционной комиссии Сей Майнер-Сладковский считает, что генпрокуратура действительно могла бы осуществлять контроль за бюро. Это могло бы сделать управление по борьбе с легализацией преступно нажитых средств. «Мы должны к этому прийти. Я понимаю, генеральный прокурор против. Но в той ситуации, в которой сейчас находится КНАБ, никто не хочет брать на себя ответственность за происходящее. Но это нужно сделать. Сейчас у премьер-министра таких прав нет. Ее только во многом упрекают. Но реально она не может ничего изменить». Однако в правящей коалиции вопрос о смене надзирающего за КНАБом органа пока не обсуждался. Не исключено, что до выборов осенью этот вопрос поднимать не будут. Сергей Герасимов, Айни Скупч, Латвийская телевидение.